Мы, конечно же, очень рады, что начиная с 92-го года между Молдовой и Китаем сложились очень хорошие дружественные отношения в дипломатическом, экономическом, социальном плане. У нас есть очень много программ по сотрудничеству. Если мы будем сейчас говорить про сельское хозяйство, то, на мой взгляд, после моей встречи с министром сельского хозяйства, который состоится буквально завтра, у нас получится новый виток в развитии наших экономических отношений, что касается сельского хозяйства. Потому что, насколько мы понимаем, в Китае есть очень много успехов в интенсивном ведении сельского хозяйства, в энергосбережении, в условиях хранения, строительства различного рода складов для хранения зерновых и прочего. Есть успехи в развитии журнодства. То есть, все вот эти успехи в научных успехах, есть очень много в селекции различного рода товаров, продукции. Поэтому заинтересованы в складывании очень хороших отношений между научными предприятиями с Китаем, с Молдовой и так далее. То есть, есть очень много поля для развития отношений. Ну, в первую очередь, мы будем говорить про то, что Молдове интересно на сегодняшний момент, после таких политических встреч между министрами, начать переходить на процесс практического развития отношений. У нас есть торгово-промышленная палата Республики Молдова, есть торгово-промышленная палата Китая, есть посольство Республики Молдова в Китае, есть посольство Китая в Республике Молдова. И нам бы хотелось на основании вот этих игроков создавать центры для развития практических отношений между экономическими агентами, с одной и с другой стороны. То есть, с политического уровня их надо уже поднимать на уровень экономических отношений, и экономические агенты должны начать разговаривать и складывать между собой отношения.